Дорогие друзья, первый вопрос такой. Господин Довлатов, сейчас на рынке предлагается огромное количество разных обучений по предпринимательству. Чем отличается ваша мастер-классы по предпринимательству от тех, которые предлагает рынок? Вы даете два вида очень сильных обучений по бизнесу. Чем отличается пятидневный мастер-класс от годичной программы обучения для будущих и действующих предпринимателей? Кому вы рекомендуете обучаться по бизнесу? Каким параметрам должен соответствовать ваш ученик на этих видах обучения предпринимательству? Следующий вопрос. Насколько мне известно, что каждый год летом вы проводите летние проекты для предпринимательной секули? Что дают они дополнительные к обучению, которые вы проводите в течение пяти дней и в течение года? В какой последовательности вы предлагаете проходить программы для тех, кто решил обучаться на всех курсах по предпринимательству? Какой подход наиболее правильный? На какие вопросы в своем обучении бизнес-мастер-классу выделите особенный акцент? Какие параметры являются ключевыми? Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши ученики, дорогие наши читатели! Ко мне пришли несколько вопросов. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Хочу на эти вопросы ответить, поделиться с вами. Мне часто задают такие вопросы и вводят вопросы. Хочу на них ответить. Ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, своим друзьям. Станьте причиной успеха их жизни. Сделайте так, чтобы ваше созидательное действие в жизни было больше, чем разрушительнее. Никогда не делите разрушительное действие. Любой, когда вы кому-то критикуете, когда кого-то вы негатив выливаете, когда кого-то сбываете с пути, когда кого-то сломаете надежду, это тоже разрушительное действие. Всегда делитесь созидательным действием. Поддерживайте рост других людей, вдохновляйте других, молитесь за других. Если вы видите, что где-то успешнее, что-то двигается в жизни, мечтайте вдохновленно, поддерживайте. Почему? Знаете, за все годы своей жизни я понял, бедные люди завидуют. То есть у кого бедное мышление, они всегда, когда видят какого-то успешного, они завидуют. Им кажется, что как будто это так просто. А успешные люди восхищают. Почему? Потому что успешные люди видят, каким трудом это достигается. Успешные люди знают, через чего проходит человек, чтобы добиться такие вещи. Поэтому, когда они видят другого успешного, они восхищаются. Восхищайтесь другими успешными людьми. Благодарите Бога за то, что вообще в жизни через таких людей показывают нам путь, что вот это возможно, это реально и так далее. Дорогие друзья, первый вопрос такой. Господин Довлатов, сейчас на рынке предлагается огромное количество разных обучений по предпринимательству. Чем отличаются ваши мастер-классы по предпринимательству от тех, которые предлагает рынок? Дорогие наши ученики, дорогие наши слушатели, этот вопрос часто мне и в тренинге зададут. Знаете, мои мастер-классы чем отличаются? Их много. Я расскажу первое. Первое. Я практик. Я мультимиллионер. У меня свои собственные бизнесы, 23 бизнеса. У меня опыта 66 бизнесов. Даже 67 проектов уже. 67 бизнесов, которые я попытался делать. Что-то из них банкротится. Что-то получилось. Что-то не получилось. И что-то из них я продал. Но большинство из них, что не получилось, мне пришлось даже закрыть. А что-то развивался и так далее. У меня в инвестиции очень большой опыт. И так далее. Поэтому я практик. А вот практический опыт, чтобы мультимиллионер преподавал, среди большинства тренеров вы этого не найдете. Это первое отличие. Второе. У меня авторская система. То есть я разработал финансовый модел, который по любому доходе человек может достигать финансовой стабильности. И это позволило мне выбраться из долговой ямы. То есть я человек, который в своем практике около 3 миллиона долларов долги отдал. И самое интересное, без бизнеса у меня не было тот момент. Я банкротился. Бизнеса не было, когда банкротился. Из нуля мне пришлось даже ниже нуля строить бизнес, не брав больше никакие копейки долги, построить снова бизнес. И бизнесы, которые помогли мне и закрыть и долгов, и при этом стать опять успешными. Да, это огромная боль, огромный труд, но это помогло мне расти, стать, кем я есть. Долги давили на меня, и они помогали мне развивать ту навык, который обычной жизнью не развивала себе. Вот так вот. Поэтому это второе отличие. Третье отличие. Получается, что вы редко встретите человека, который является и, то есть сочетается у него, и он и научной степенями, то есть и доктор науками является, научно доказана его методология, что это работа, и он является и доктор наук, то есть наука признана, и одновременно, чтобы он практик был, и перед этим и одновременно, чтобы у него было хорошее умение обучать других. Часто я встречаю людей, которые, либо он практик-бизнесмен, но он не умеет учить других людей, даже свои собственные детей не могут учить. Или иногда встречаю людей, которых профессор в вузе преподводит, или доктор наук, но у него нет никакие практические знания, и он понятия не имеет, что происходит с бизнесменом, когда он попадает в кризисное состояние. Он понятия не имеет, что такое работа под давлением конкурентов, под давлением рынка, под давлением, можно сказать, инфолиации, девальвации, и так далее, и так далее. Понимаете, это большое отличие в моих курсах от чего-либо, которое вы когда-либо видели. Понимаете, следующая вещь. В моих курсе я обучаю не только сухой менеджмент, или сухая статистика, или сухой, например, бизнес. Я обучаю очень сильно о духовной личности, и профессиональные знания являются второстепенными для достижения цели. Поэтому я обучаю именно таким образом. Например, в вуз больше акцент на профессиональные знания, и так далее, и так далее. Разные тренинги. Так, мои тренинги, они отличаются тем, что я очень хорошо сначала личностный рост воспитываю, то есть духовный интеллект. На базе духовного интеллекта потом надо сидеть, посидеть. Именно профессиональные знания. Когда человек, духовный интеллект развита, ему проще делать дела. Он легко может пережить трудности, он легко может пережить банкротство. Я не хочу, чтобы мои ученики получили, чтобы они заработали миллионы, а потом инфаркты, инсульты получили. Такого никому не нужен. Зачем нужно такое? Поэтому я обучаю их духовные ценности. Духовные ценности позволяют человека стать достойным человеком, чтобы качества твоей намерения были правильными, твои цели были благородными. Понимаете, вот о чем идет суд. Это очень важнейший момент. Не настолько бизнесменов я воспитываю, а настолько я сильных личностей воспитываю. И когда человек растет, остается благодарным, потому что он пробрел не только знания о деньгах, он пробрел ту ценность, которая не просто так, а эти духовные ценности из книжки не читаешь. Эти духовные ценности человек получает только тогда, когда живет с ними. Это огромный труд. Это бесценный дар. Поэтому долгие годы работы, всю свою жизнь я посвятили этому. С восьми лет. Поэтому это огромный труд. Следующее отличие моего системы от других систем, которые вы видите, то есть получается, одно из них то, что я сказал, сочетание профессиональных знаний и духовных знаний. Следующая вещь в моем системе, отличие от моего системы, системный подход. Системный подход. То есть получается, что я рассматриваю успех как одночасто образ жизни человека. Поэтому обязательно я 50% бизнеса говорю, обязательно рассказываю, скажем, 10% если я рассказываю о духовности, 10% смене и так далее. То есть я обязательно чуть-чуть затрагиваю его уровень взаимоотношений, его уровень духовности, его уровень самопознания, личностный рост и так далее. Его уровень здоровья. Я обязательно затрагиваю понемножку разные параметры его жизни. Потому что я понимаю, что колесо не крутится, если все колесо в лесопитах не крутятся, если все спицы не будут одинаково ровно. Я видел постоянно два нарушения баланса. Карьера растет, семейные отношения падают. Семья поднимается, карьера нету и так далее. И людям кажется, что невозможно и быть счастливым и успешным. А кто вам так сказал? Почему вы так думаете? Значит, я себе так убедил. Вот это. Поэтому это большие отличия в мою систему от других. Конечно, это некоторых люди даже иногда останавливают, что они читают, что надо... Почему я пришел учиться о деньгах, он говорит о том, о том, о том, о том. Но это в начале. А потом, когда проходит через некоторое время, человек вникает в суд того, чего я обучаю и остается очень благодарным. Очень-очень благодарным. Много раз так и было. Даже не один раз. Очень много раз. Следующий вопрос. Вы даете два вида очень ценных обучений по бизнесу. Чем отличается пятидневный мастер-класс от годичной программы обучения для будущих и действующих предпринимателей? То есть, у нас по программе есть мастер-класс, который пять дней и есть годовое обучение для предпринимателя хозяева бизнеса. Отличие большое. Вообще, у меня два вида мастер-класса есть. Это мини-мастер-класс, я провожу пять дней для предпринимателя. Там я затрагиваю тема выбор стратегии, конкурентной стратегии, потому что надо как, на чего опираться, что надо делать, чтобы у вас вы могли, можно сказать, быть сильными, конкурентоспособными. Если вы не имеете стратегии, конкуренты съедают вас. Если вы не понимаете, на что нажать, прибыль падает. Прибыль зависит от стратегии. Если прибыль ваш не устраивает вас, значит, у вас нет стратегии. Вот почему. Прибыль слабая или малая и так далее. Поэтому, на мини-мастер-класс, пятидневный курс, я обучаю именно об этом. Обучаю выбор конкурентной стратегии или как создавать конкурентную стратегию. Второе, обучаю управление персоналом и третье, обучаю как управление клиент-продукт, то есть, как маркетинга, управление клиент-продукт, что надо сделать так, чтобы ваш продукт нашел свой рынок. Как своему услугу, своему продукту создать рынок, чтобы потребность создать или обеспечить потребность и увеличивать его, чтобы затоваривания не было, большие остатки не были и так далее, и так далее. Вот. На мини-мастер-класс обучаю эти вещи. Когда это обучаю, человек пойдет делать, у него начнет сократиться расходы, у него продажа поднимается, у него прибыль начнет расти. Но мини-мастер-класс является первой ступенькой для основного мастер-класса. Основной мастер-класс 14 дней. На эти 14 дней даю очень много тем, 17 тем даю, на эти 14 дней. Там управление ресурсами, управление, то есть, формирование бизнес-процесса, маркетинг масштабного уровня, как реклама делать, как менеджмент поставить, как, можно сказать, учет-контрол поставить, финансовый учет, как переговоры вести, как стать сильным лидером, как принимать решение, в каких ситуациях как, управленческое решение, как принимать и так далее, как эффективным руководителем стат и так далее. И, соответственно, как создать ту бренд, который тебе нужен, как позиционировать себя, как брендом стать, следующий шаг какой должен, стратегия на 10-20 лет, какой должно быть и так далее, и так далее. Вот эти вещи обучают такому основном мастер-классе. Если компания, какие признаки, что скоро ты попадешь в кризисе, а что надо делать, чтобы компания не попала на долговая яма, чтобы не получилось, что у тебя много обязательства. Поверьте мне, если у вас знаний нет, бизнес могут легко превращаться в борьба за обязательствами. Либо вы занимаетесь бизнесом, либо вы занимаетесь борьба со своими обязательствами. Один из них, другой не дано. Вот так. И как масштабировать бизнес и так далее. Все эти вещи я объясняю, обучаю и так далее. Какие стандарты надо создавать для бизнеса? Это я объясняю, обучаю именно в основном мастер-классе. Видите, я раньше мастер-класс, основной мастер-класс вел, я заметил, что человек не успевает усваивать все информации, которые я даю. Он просто не успевает. Огромное количество знаний я даю в основном мастер-классе. 14 дней. Вы представляете, 6 утра мы начнем сначала тренировка сознания деля, чтобы расширять восприятие, уровень восприятия и скорость мышления поднимать. То есть уровень энергии человека поднимать, уровень умственной энергии поднимать, чтобы у него восприятие было лучше, чтобы он понимал. Например, посмотрите, некоторые люди сообразительные, сразу понимают вас, что-то говорят, если опыт был у него или у него был, он столкнулся когда-нибудь с этим, это ему знакомо, он легче понимает. А есть люди, которые вообще не понимают, что это такое, многие вещи. Знания о бизнесе, о менеджменте, они действительно другие. Ребята, не путайте опыт с профессиональным знанием. Даже если вы практик в бизнесе, даю вам слово, то, что вы за 20 лет добились, максимум ваш доход будет 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, 5 тысяч долларов. Польного вокруг вас бизнесмена, который 20 лет в бизнесе, его доход 3 тысячи, или 5 тысяч, или потолок 15 тысяч. Понимаете, 20 лет в бизнесе эти люди, потому что они думают, что только своим собственным практике можно добиться что-то. Не путайте, понимаете, обычная практика не занимает место профессиональные знания. Я это очень хорошо понял, когда, когда начали профессионально учиться, профессионально делать. Когда я начал профессионально делать, мой годовой доход был 26 тысяч долларов. Я до этого опирался на личный опыт. Думал я сам сделаю, я сам добьюсь и так далее. Мой годовой доход был от 26 до 30 до 40 тысяч долларов. Вот так. То есть, я заработал в месяц 3-4 тысячи долларов, хотя работал 3-5 лет. Понимаете, чистый прибыль был такой. Но когда я начали профессионально учиться, мой прибыль в том году составлял 654 тысячи долларов. Это разные вещи, понимаете, огромные разные вещи. Только теория, одна теория, не занимает место, можно сказать, профессиональные знания. Или только один опыт тоже не занимает место профессиональные знания. Когда это объединяете, вы творите чудеса. Это правда. Когда вы объединяете профессиональные знания, то есть теория и практика, у вас появляются профессиональные знания. Профессиональные знания это сочетание этих вещей. Это творит чудеса. Это на самом деле так. Наши ученики, которые посещают наши мастер-классы, У них доход растет 2 раза в год, у кого-то 3 раза, у кого-то 50% и так далее. Вот так доход растет у них. Поэтому мини-мастер-класс, он подготовительный был для основного мастер-класса. Потому что на основной мастер-класс очень много знаний. Я заметил, что не все люди они могут усваивать. Я вот этом году 2 года подряд сначала мини-мастер-класс ввел и потом основной ввел. Кто был на мини-мастер-классе, я заметил, что на основной мастер-классе у них просто взрыв мозга происходит. Потому что он уже один раз побывал, мою методику понял, он немножко внедрял, немножко практиковал. Его сознание уже готово к тому, чтобы делать рвок. Понимаете, это такой классный результат дает. Большинство ребят, которые уже в мастер-классах побывали, у них огромные результаты. Это правда. 2-3 раза у них бизнес растет. Прибыль точно растет 2 раза, если чуть-чуть человек сообразительнее. Конечно, зависит от самого человека очень многое. Я же могу обучать, он должен делать. Вот такое. Вот. Поэтому в мастер-классе отличается годовое обучение именно тем, что на мастер-класс человек сразу 14 дней все целиком берет. Целиком я ему даю, скажем, по 20% из все параметры бизнеса. По 20% где-то так. А вот в годовое обучение, каждого из них по 100% даю. Глубже обучение. Вот чем отличается. А годовое обучение, оно самое сильное обучение у меня. Один из самых сильных моих обучений, это годовое обучение. Потому что он каждый месяц приходит ко мне. Каждый месяц. Представьте, он слышит меня, пойдет и делает. Потом слышит меня, пойдет и делает. Слышит меня, пойдет и делает. Работает эффект капелька воды. Работает эффект чемпиона. Мышление чемпиона формируется. Вы знаете, что? Постоянное обучение, постоянное развитие, постоянное стабильное обучение, беспрерывное обучение стабильно. Это дает, знаете, это творит чудеса. Это правда. Постоянное обучение без прерыва на длительный период, это творит чудеса. Так делали все просветленные люди. Так делали все ученые. Так делали все, кто стал профессором, академиком науки. Они все делали. Изобретатели, все спортсмени. Если вы посмотрите, в любой сфере вашей жизни, если кто-то в одном направлении постоянно учился и занимался, учился и занимался длительный период, и он там выдающийся, успешный человек в своем сфере. Хотите стать в бизнесе успешным? Надо иметь мышление чемпиона. Надо воспитать в себе мышление чемпиона, чтобы это у вас появилось. И еще у вас будет, Бог даст, если вы это осознаете. Вообще сама по себе успех, сама по себе успех, она действительно имеет такую философию. Посмотрите, в любой сфере жизни это так. Сам успех такой. Надо вырастить себя, надо вращивать бизнес, надо вращивать клиента, надо вращивать отношения с банком, надо вырастить отношения с поставщиками, надо вырастить, понимаете, вращивать. Почему много людей остаются на том же уровне, которые были? Потому что они хотят все сейчас. Капитал надо вырастить потихонечку, как дерево. Как детей воспитываешь, вырастешь, точно так же капитал надо вырастить, бизнес надо вырастить, отношения с инвестором вырастить, опыт надо накопить и вырастить. Себя как личность надо воспитывать, вырастить как чемпиона внутри себя. Я понял, что обычные люди это не хотят понять. Они хотят прийти, сегодня прямо бизнес открыть и завтра зарабатывать. Третий вопрос. Кому вы рекомендуете обучаться по бизнесу? Каким параметрам должен соответствовать ваш ученик на этих видах обучения предпринимательству? Хороший вопрос. Кого я рекомендую обучать или учиться в этих курсах? Вы понимаете, тем людям, у кого есть бизнес. Тем людям, кто хочет масштабироваться. Тем людям, которые хотят после себя что-то оставить. Тех людей, которые, знаете, хотят испытать себя, к чему ты способен. Не хотят свою жизнь просто так прожить. Знаете, есть люди, которые имеют одну аптеку уже 15 лет. Как 500 долларов заработал, так и 500 долларов заработал сейчас. И он говорит, что мне это хватает. Таких людей я не хочу тратить время. Я не хочу, чтобы такие люди пришли ко мне на учебу. Понимаете? Еще каких людей я не хочу, чтобы были на моей учебе? Те люди, которые учатся, но не делают. Те люди, которые просто у них, знаете, у них хобби везде ходит. И модно говорить, что я на этот тренинг побывал, на тот тренинг бывал, на этот тренинг был. Нет, я не хочу таких учеников. Потому что я даю своим ученикам то, что я не могу вернуть никогда. Вы понимаете? Я даю несколько часов своей жизни каждый день. А я когда беру на годовой обучение, год свою жизнь отдаю. Я не хочу, чтобы ко мне пришел такой человек. Потом еще какого человека не хочу видеть. Это тех людей, которые, знаете как, посвящают тренинг и ждут, что когда творятся чудеса. Он посвящает и ждет. Понимаете? Это так не бывает. Знания так не работают. Знания и труд, они вместе работают. Например, от того, что вы знаете, что заниматься спортом полезно, это помогает вам похудеть? От того, что вы знаете, что религия говорит, что такие вещи не делает, и вы что, сразу стали верующие? Конечно, нет. Поэтому, какие учеников обожаю, каких учеников я действительно преклоняюсь перед ними, это те ученики, которые показывают результат. Понимаешь? Глядя на них, я читаю, что моя жизнь не зря уходит. Я трачу свою жизнь на этого парня, а этот парень того стоит. Я знаю, что результат моей ученики три человеку помогает. Результат моей ученики три человеку хорошо помогает. Первым, кому помогает, ему самому. Вы понимаете, что для человека счастливым? Что для человека успешным? Человек ничего, ни один радость, ни один удовольствие не сравнивается для человека. Как так, когда ты получаешь, достигаешь цели? Например, ты ставишь цель и достиг его. Ты ставишь цель, ты достиг его. Ничего в мире не для человека более счастливым, как если он что-то творит, чего-то достигает. Когда человек ставит цель и достигает его, он себя чувствует счастливым, уверенным. У него развивается талант и так далее. Это первый. Его результаты кому помогают, ему самому. Второй результат, кому помогают, мне помогают. Я глядя на него, я чувствую вдохновение. Глядя на него, я начну повторить этого, я начну стараться. Я начинаю вкладывать еще два раза больше усилий. И когда другой ученик приходит, это одушевляет меня, я постараюсь ему помогать. Потому что это почему бы нет, здорово. Я стараюсь, чтобы этот результат был еще больше. Третий, кому это помогает, этот результат, помогает посторонним людям. Когда посторонний человек видит результат того и думает, вау, тому помог, тому эти знания помогли. Если тот смог, давай я тоже попробую. А вдруг у меня получится? Получается, что эти результаты дают надежду совсем посторонним человекам. Следующий вопрос. Насколько мне известно, что каждый год летом вы проводите летние проекты для предпринимательной Секуле. Что дают они дополнительные к обучению, которое вы проводите в течение пяти дней и в течение года? Знаете, вот это есть мастер-класс, основной мастер-класс, который я сказал, 14 дней, который проходит в Секуле. Что она дает? Она создаст эффект банка соленых огурцей. И она оторвает людей на две недели. И самое главное, там мы оттачиваем четыре внутренние силы. Мы оттачиваем там четыре внутренние силы. Это сила разума, сила тела, сила душа и дух. Понимаете? Посмотрите, дерево состоит в его жизни от двух частей. Видимая часть – это верх, когда вы видите листи, ветки дерева и вы видите плоди дерева. Так? Но есть его корень, невидимая часть, где ниже, где ниже земли. Но вы его не видите. Она является невидимой частью дерева. Человек тоже самый. Видимая часть человека – это его достижение, это его авторитет, это его, скажем, имя, это его успех, и это его человечность, и так далее, и так далее. Его фигура, его тело. Это его внешнее. Понимаете? А его есть невидимая часть, которую вы не видите. Точно так же. Поэтому в этом мастер-классе оттачивают четыре внутренние силы, которые притягивают четыре внешние силы. Четыре внутренние силы – это душа, тело, разум и дух. Их надо все гармонично отточить, гармонично надо развивать. Проблема людей в чем? Душа мечтает быть богатым, разум сомневается, потому что у него не хватает знаний. Сомневается. А тело, как лентяй, где-то лежит, спит и так далее. Соответственно, дух исчезнет. Почему? Потому что сочетание, сочетание – это три внутренние силы, развивает дух, четвертую силу. Поэтому в связи с этим у многих людей раздвоенность происходит, внутренняя раздвоенность. Когда внутренняя раздвоенность происходит, это проблема. Дух исчезнет. Человек в себе чуть не уверен. Человек чувствует себя уязвимым. У человека нет каких-то жизненных целей, ценностей. Все сломается. А мастер-классы в горах, именно в Иссыкуле, я это все склею. Мы создадим эти вещи. Я специалист по человеку. Моя сильная сторона, что я профессионал по человеку. Это моя сильная сторона. Понимаете? Вот она. А потом, когда человек вот это все понял, вот это четыре внутренние силы развивал, четыре внешние силы автоматом появятся. Это похоже, что дерево поливаете, ухаживаете с корнями. Плоди, само собой появится. То же самое здесь. Одно из внешних сил – это что? Деньги. Деньги. Другое из них – это что? Информация внешней силы. Третье из этой внешней силы – это что? Признание. Четвертое – это наследие. Человек хочет оставаться историей и так далее, и так далее. Вот это все заслуживает человек, если он грамотно работает с четыре внутренние силами. Гармонично. Когда поэтому человек попадает на наш мастер-класс, он оттуда уезжает совсем другой. У него огромный результат. Уловили? У него огромный результат. Вот так я обучаю людей. И вот так это дает результат. Вы можете посмотреть результат нескольких учеников, которые побывали на мастер-классах. И делать выводы об этом. В какой последовательности вы предлагаете проходить программу для тех, кто решил обучаться на всех курсах под предпринимательство? Какой подход наиболее правильный? Надо начинать от мини-мастер-класса, который пять дней желательно. А потом, если получится, потому что основной мастер-класс в четырнадцать дней мы каждый год один раз проводим. Надо попасть туда, а потом годовое обучение. Но если вдруг человек не хочет ждать, что один раз попасть туда на, скажем, годовой предприниматель, на основной мастер-класс, который проходит в год один раз и хочет сразу на годовой, я разрешаю. Почему? Если он мини-мастер-класс посвящал, он может после него попасть на основной годовой. Или если мини-мастер-класс посвящал, могут попасть на основной мастер-класс. Или могут, посвящая мини-мастер-класс, попасть сразу на годовое обучение. То есть желательно, чтобы он один раз мини-мастер-класс посвящал, потом попал на годовой или на основной мастер-класс. если на годовой учиться я рекомендую все равно попасть на основной мастер-класс или если мастер класс посвящал основной эссекуле который год один раз я все равно рекомендую попасть на годовой то есть это треугольник он должен пройти тогда у него вот такой результат будет это супер результат дает на какие вопросы в своем обучении бизнес мастер-классу выделить особенный акцент какие параметры являются ключевыми сам сам руководить хозяин бизнеса за все годы моей жизни я понял что хозяин бизнес это основной человек хозяин бизнеса главный двигатель бизнеса хозяин бизнеса главный тормоз бизнеса посмотрите одну компанию одну компанию например просветающая компания растет хорошо поставьте не умеющая руководителя со временем банкротит компанию а теперь возьмите банк компания который в банкротстве посреди туда профессионала которые мудрые духовные умеет понимает и умеет эту работу делать это сильный руководитель поднимет эту компанию бизнес зависит от руководителя все зависит руководитель поэтому большой акцент делаю на это первое 2 большой акцент делаю на том чтобы он внутри был сильным внутри был духовным внутри когда он сильнее потому что постоянно кто-то подводит тебя бизнесе 8 процент идеи которые ты берешь они не реализуются 8 продукт который ты создашь не востребование так как ты думал 8 процент персонал который ты нанимаешь до конца либо не останется либо подводит тебя 80 90 процент партнеры подводит тебя такова закон понимаете это надо морально выдержать поэтому акцент дела на том чтобы он внутри был сильным чтобы он не сдавался на пол пути а потом даю профессиональные знания стратегия управления структура менеджмент и так далее он вот так решать любую задачу понимаете когда человек уверен в себе он легко решать любую задачу и чаще всего решение которое он принимает они будут правильнее или ближе к правильному а когда человек не уверен в себе когда у человека нету жизненная энергия даже если знание есть он эти знания не могут использовать даже если у него идея есть он боится эту идею реализовать если даже он видит где-то что кто-то там делает он нет это у него получается я не могу мне не получится если у человека жизненной энергии нету вот это понимаете вот это внутренней жизненной силы нету даже время если у него есть он его на пустую потратит валяется на диване и постихонечку время уходит кого из следующий вопрос кого из своих учеников и хотели бы отметить как особенно успешных после обучения по программам предпринимательства то их очень много очень много если у меня хороший ученик иван зовут его павлодар и игрушки продают если у меня ученик алле у него он номер один по ускаменногорску по а этот транспортные компании автобусы и так далее если у меня ученик но пригмахерский эверест абдулазист хужанди я горжусь этим паренам честное слово есть у меня ученик казбек павлодар и он смог победить себя изменил него два торговых центра и так далее если у меня ученик жандар бега гай ему 66 лет был как пришел ко мне на учебу на мастер-класса он сделал с такой рывок что словом не передавать у меня много хороший есть у меня ученых даурамбек чем кенты живут работать и так далее мы с учеником который из аж хабата камни, Расул летит каждый месяц понимать есть ученик который из ташкента а садбек я горжусь его он такой классный ученик и так далее если у меня ученик исахон из намагана есть ученик которого я очень дороже александр алмата дулат из ускаменногорск Есть Гульнара, Атрао. Я горжусь этими учениками, верите? Есть Бахит, который Актао, сейчас он номер один в строительной компании Актао. Больше всех строит с каждым днем и так далее. У меня очень хорошие ученики. И я реально говорю, если у меня ученик из Грозны летит к нам, из Гудермеса, по-моему, или из Грозны, Али зовут его. Эти ученики я очень восхищаюсь, понимаете? Есть Райхан и Тентимеш с мужем, есть Эманурасы, Жапара. Я этих учеников горжусь. Есть Мураджан, который сейчас в Ташкенте живет. Раньше он от Рао жил. Колоссальные, хорошие бизнесмены и так далее. Они растут на моих глазах. Вы знаете, я как садовник радуюсь. Каждый раз, когда вижу их успех, я поймал себе мысль о том, что у меня ничего не принесет столько радости, как результат моих учеников. Есть такая женщина, Заурея, она стоматология держит. Я горжусь ей. Правда. Вы знаете, как вы себя чувствуете, если вы видите, что к вам пришел ученик, который средненький бизнес для 12-14 лет, а потом обучал вас, три-пять раз бизнес вырос у него. Некоторые из них десять раз вырос их бизнес. У меня есть ученик Кенджей. Это парень, понимаете, незрячий, у него зрение. Но это парень, представьте на минуту, я с ним ездил, когда он мне каждый раз, он на семи языках разговаривал. Когда мы ездили, он мне рассказывал, что я понял, что Америка и так далее, он путешествует очень много. Я здесь думал, это парень более зрячий, чем тех людей, которые видят, потому что у него глаз сердца видит. Я горжусь этими людьми, реально горжусь. У меня есть ученик, который посвящал мои тренинги, у него оба ногами работали, Мирбег его зовут, вообще из Бишкека. Он такой молодец, четыре бизнеса построили. Понимаете, оба ногами работают. Я горжусь такими учениками, что через чего бы ни было, эти ограничения не останавливают их. Они достигают больших успехов. Поэтому вот, дорогие мои, хочу сказать вам, если вы смотрите эту рубрику, если вы читаете мои книги, если вы, скажем, занимаетесь бизнесом, я искренне, от чистого сердца поздравляю вас. Вы сильный человек. Займитесь бизнесом. Почему? Потому что вы можете решать проблемы многих людей. Вы можете создать много рабочего места. Вы можете изменить жизнь многих людей к лучшей стороне. За небольшое вознаграждение, зато вы столько добро делаете. Бизнес – это не обман, это не хитрость. Бизнес – это творение. Понимаете? Что-то ценное. То, что не существовало – создавать. Всевышний создает живое, а человек создает бизнес, создает науку, создает аппараты, техники и так далее. Человеку душу давать не могут, но все остальное могут. Поэтому идите создавайте, идите творите. Идите творите через бизнес. Решайте проблемы многих людей. Бизнес – это способ самореализации. Бизнес – это не обман. Это способ заботы о других. Станьте сильным бизнесменом. Не делайте бизнес только ради денег. Поработайте на качество своих намерений. Знаете, я долгие годы работаю в бизнесе. Я заметил одно. Если открываю бизнес только ради денег, она банкротится, она не пошла. Или если партнер пытался, меня хитрит, от меня что-то спрятил, вранье использовал. Или я у него чего-то спрятал по глупости. Эти бизнесы не просветали. Если у меня было цель, или мнение о том, что как-то не будет больше зарабатывать. Эти проекты так и не запустились, так и не пошло и так далее. Вы не можете зарабатывать за счет партнера, за счет команды. Вы можете зарабатывать за счет рынка. Я поздравляю вас. Идите зарабатывайте за счет рынка. Берите деньги с рынка. Станьте сильным бизнесменом. Пожелаю вам успехов. Дольких лет жизни вам пожелаю. Удачи пожелаю вам. Просветайте. Практикуйте все, чему вы читали в наших книгах. Все, чего вы слышите в наших рубриках. Добро пожаловать в наши тренинги. Приходите. Мы служим вам. Всего доброго. От большого количества людей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Звук «Симон»